всем привет настало время сделать обзор на абразивную бумагу у меня 7 образцов все они отличаются друг от друга такой набор можно приобрести на сайте jackson's art они предоставляют четвертинки от большого листа и мы сейчас их с вами потестим посмотрим какая бумага лучше всего подходит для анималистики и на какой бумаге реалистичные изображения будут получаться лучше каждом наборе есть вот такой списочек с описанием бумаги и также номерки находятся в левом верхнем углу это очень удобно чтобы сориентироваться итак первая бумага это art spectrum color fix pastel paper 300 грамм у нее плотность у нее есть небольшое белое паспарту по краю и сейчас мы посмотрим как она себя ведет когда мы будем добавлять на нее пастельные мелки и карандаши я буду использовать и то и другое сначала мы посмотрим как ложатся мелки и потом поработаем с карандашиками по фактуре она довольно приятным не такое среднее зерно она не очень мелкая но и не крупная наношу первый слой пастельного мелка смотрим какая фактура у нее получается до того как мы растушевали и теперь мы пальчиком растушевываем и видим что это происходит очень легко даже слишком видите практически в ноль у меня уходит цвет его почти не остается то есть она не очень цепкая она не настолько хорошо держит на себе слои пастели как например мой любимый пастель мат давайте нанесем еще карандашик но карандаш по сути оставляет яркий цвет это хорошо до растушевки все просто прекрасно попробуем сделать еще один дополнительный слой тем же желтым карандашом я наношу слой на серый мелок второй слой ложится неплохо если попробуем его распределить он опять исчезает и такое ощущение как будто мы просто стираем и цвет полностью уходит соответственно на такой бумаге лучше всего работать не растушевывая делать первый базовый слой и потом добавлять еще и еще слои при этом не растушевывая вовсе иначе нам придется делать двойную работу и добавлять дополнительно слои работать на ней нужно будет очень очень аккуратно мне кажется это не самый лучший вариант во всяком случае для фото реалистичных изображений посмотрим как у нас сложится третий слой я добавляю белый карандаш наносится неплохо да то есть мы видим отчетливо все штрихи но растушевывать это нельзя если мы даже захотим немножко смягчить верхние слои у нас все растушуется и исчезнет ну что первый тест мы сделали давайте мы теперь посмотрим как будет удаляться пастель с помощью клячки на этой бумаге иногда бывают ситуации когда нам хочется стереть какой-то участок и сделать заново вот посмотрим возможно ли это здесь прекрасно все удаляется как будто ничего и не было дам то есть бумага становится практически чистый желтенький лист у нас остался такой который был за так выглядит она с обратной стороны то есть гладенькая белая бумажка теперь давайте перейдем ко второму образцу это кэнсон метен стач и у нее тоже есть определенная рамочка да такая же как у предыдущей бумаги что по растушевке растушевывается довольно легко также хорошо распределяется зерно у кэнсон более крупная посмотрите ячеечки серого цвета которые остаются они покрупнее чем у арт спектру например растушевать можно довольно плавно относительно ровно растушевывается слои поверх тоже наносится неплохо теперь можно поработать с карандашом добавляем точно также штрихи поверх линия получается не очень тонкая и ровная из-за того что у нас довольно крупное зерно также мы можем легко распределить все это растушевать и точно также с белым карандашиком и работает по этим свойствам они очень похожи с предыдущей и такой же вывод что если мы хотим делать реалистичные изображения мы не растушевываем слои которые делаем поверх первого чтобы получилось очень подробное изображение на этой бумаге нам нужен либо большой формат либо очень очень аккуратно работать удаляется соответственно пастель с бумаги также очень просто посмотрите практически ничего не остается в плане каких-то поправок это здорово но что относительно ее цепкости и насколько она будет держать слои пастели на себе это конечно не очень ну что теперь мы давайте с вами приступим к следующей бумаге следующая бумага моя любимая та на которой я обычно работаю это пастель мат 360 грамм плотная довольно толстенькая гладкая белая поверхность обратной стороны и очень нежная очень с мелким зерном верхняя поверхность посмотрите что ложится очень ровно и мы практически не видим зернышки бумаги и она обратите внимание не растушевывается первые слои практически не распределяются вообще она очень хорошо держит пастель на себе второй слой наносим посмотрите также не растушевывается добавляем еще карандаш растушевывается совсем немножко потому что уже большой слой пастели относительно мы нанесли и вот для сравнения я наношу белый карандашик рядом на чистую поверхность бумаги попробуем растушевать и мы с вами видим что она не растушевывает опять же это значит что она очень хорошо держит пастельные мелки и карандаши даже если много слоев очень удобно в этом плане комфортно работать я ее очень люблю за эти свойства соответственно стирается у нас тоже плохо потому что бумага держит на себе этот слой но она влагостойкая и с помощью влажной салфетки если нужно что-то поправить вы можете легко удалить пастель и поправить работу посмотрите все чистенько у нас и бумажка как новая теперь четвертый образец это ханимюли велюр пастель пейпа 260 грамм плотность она более тоненькая посмотрите как она легко сгибается очень необычная бумага по фактуре похоже на бархат или на ткань очень-очень необычная и давайте мы попробуем как на нее будет ложиться пастель я надеюсь что фактуру в принципе видно и теперь мы наносим мелочек мелок ложится очень плавно слишком плавно я не могу сильно нажать и прорисовать четкие линии распределяется несмотря на это довольно плохо то есть не растушевывается и давайте посмотрим что будет с карандашиком карандаш хорошо ложится вторым слоем все в таком тумане или дымке слишком мягкое нанесение и не получается сделать четкие линии мой яркий белый карандаш он видите как ложится никакой острой тонкой линии не получается а на других бумагах у нас это было фактура конечно очень очень любопытная но я сомневаюсь что мы можем ее применять для анималистики и фотореалистичных изображений я даже взяла коричневый мелок мне хочется посмотреть как будут выглядеть более темные оттенки растушевывается по-прежнему плохо то есть она держит на себе слой пастели но этот слой получается абсолютно не четкий такое ощущение как будто все заблюрена попробуем истереть посмотрим что получится стирается довольно плохо если светлые цвета они все-таки уходят но и бумага у нас еще серая по оттенку тот темно-коричневый он остается и не удаляется с поверхности бумаги покажу вам как будет работать влажная салфетка хотя на этой бумаге лучше не работать с влагой вообще потому что она будет становиться волнистой и воду эта бумага совсем не выдерживает когда у меня бумажка подсохнет я покажу вам какой эффект получается она подходит для очень осторожной работы и скорее всего мне приходит в голову только туманные пейзажи четкой линии на ней не получится то есть каких-то определенных понятных контуров здесь не будет следующая бумага сеналье софт пастель карт 360 грамм плотность очень плотная толстенькая бумага похожая на картон с обратной стороны глянцевая белая и она по ощущению как будто посыпана песочком фактура очень заметная такая довольно грубая отличается от других посмотрите как ложится мелок то есть зернышко довольно большое по размеру растушевывается совсем немного получается такой средний вариант если сравнивать со всеми предыдущими бумагами наносим второй слой как будет себя вести охристый карандашик ложится неплохо но линия не очень тоненькая это связано с тем что зерно вот такое крупное у нас до растушевать на ней возможно но также вероятно что мы можем оставить и четкую линию посмотрите как белый работает на чистом слое бумаги держится неплохо позволяет добавить еще дополнительные слои для анималистики подходит особенно если у вас формат не очень маленький на маленьком будет неудобно прорисовывать какие-то нюансы но она большом даже хотя бы 20 на 30 30 на 40 и больше все будет работать неплохо посмотрим как будет ложиться черный карандаш на белый слой добавляю фактура видите довольно заметно когда наносим карандаш то есть линия сам штрих он такой прерывистый но работает неплохо тут явно мы можем добавить много много слоев она их выдержит очень неплохой рабочий средний вариант как мне кажется добавим еще один слой цвет довольно четкий яркий линия конечно не такая тоненькая и ровная как на пастель мат но все равно очень и очень неплохо даже еще один белый слой здесь хорошо работает есть одна особенность у этой бумаги она также не выдерживает воду вообще поэтому какие-то подмалевки делает на ней не получится если мы будем стирать влажной салфеточкой я сейчас покажу как это будет происходить у нас будет просто удаляться вот этот верхний слой верхнее напыление песчаная фактурный она просто уйдет и будет просвечивать белая бумага поэтому ни в коем случае мы не будем ее тереть влажной салфеткой либо вообще добавлять какую-то воду удаляется средний когда то есть мы видим что она держится на бумаге влажной салфеткой сейчас попробую брать кусочек видите ничего по сути не происходит то есть просто я тру бумагу и она будет менять свою фактуру будет уже не такая приятная и ровненькая поэтому влажную салфетку не используем чтобы не повредить поверхность следующая бумага тим фишер арт пастель paper 360 грамм также у нее плотность похоже на такую премиум версию наждачки и с обратной стороны тоже выглядит как наждачка 400 это значит соответственно ее жесткость ну давайте потестим теперь ее также хочу отметить у нее есть такой небольшой блеск который бывает у обычной наждачной бумаги наносится тоже как на наждачку держится хорошо а растушевывается не очень что в принципе здорово это значит что она должна держать слои пастели белый также никак не расползается давайте попробуем сделать градиент между белым и серым но второй слой и дополнительные слои растушевываются конечно лучше и теперь мы добавим карандаш если не растушевывать все довольно неплохо фактурно довольно тоненько если мы начинаем ее перемещать и растушевывать то все опять исчезает первый слой работает здорово на первом слое все держится если добавляем дополнительно слои то растушевывать нельзя иначе мы можем потерять драгоценную фактуру то же самое с черным карандашом посмотрите там где был меньше слой и желтый карандаш там она держится довольно крепко а где у нас уже по белому и серому там все будет растушевываться очень очень хорошо если мы выбираем работу на такой бумаге то стараемся делать это в слое 3 может быть 4 и с последними слоями работать довольно аккуратно чтобы сами штрихи и фактура у нас сохранялась если использовать эту бумагу как альтернативу наждачной то это супер посмотрите еще раз как черный перемешивается с предыдущими слоями и легко распределяется если мы работаем с ней аккуратно если мы не смягчаем верхние слои не растушевываем то все вполне неплохо попробуем давайте удалить слой пастели с помощью клячки и посмотрим что будет бумага практически стирает клячку стачивает ее ну потому что абразив довольно грубой можете представить что вы стираете клячкой по наждачной бумаге по строительной очищается все легко поверхность остается такой же нетронутой то есть никаких деформаций не происходит но все и мы вернулись практически к первоначальному состоянию что касается стирания с помощью влажной салфетки это не работает потому что бумага просто захватывает частички влажные салфетки оставляет на себе следующая бумага это UART SENDED PASTEL PAPER 600 у нее идет грановка 300 грамм у нее плотность в наборе кстати там перепутано у меня было написано что у нее идет жесткость 400 но на самом деле 600 как мы могли проверить с обратной стороны то есть видите есть такая несостыковочка но 600 даже лучше это значит что она будет более мелкая если было бы 400 она была бы пожестче и по сути была бы аналогом нашей предыдущей бумаги тим фишер который мы до этого смотрели очень похоже пока что все на предыдущую только более мелкое зерно попробуем теперь на серый нанести белый слой пастели держится неплохо растушевывается не сильно это уже здорово давайте попробуем коричневый мелок наносим штрихи растушевывается но в то же время какая-то часть пигмента она удерживается следующие слои естественно распределяются лучше потому что слой пастели становится больше и попробуем черный карандаш если мы сделаем на гладенькой бумаге без подложки и уже на готовом слое там где у нас слой 3 получилось там где много слоев растушевывается естественно все очень мягко и четкие линии остаются на первом слое делаем выводы на ней анималистику делать можно можно делать четкую прорисовку все это будет хорошо работать но мы не будем усердствовать и делать очень очень много наслоений получается эта бумага как такая очень улучшенная версия наждачной добавим давайте еще один слой черного посмотрим получается ли у нас пушистость и четкие линии они получаются в принципе результат очень неплохой добавим еще один белый слой поверх черного тоже все смотрится вполне себе хорошо уже мы много-много слоев с вами здесь делали да то есть она их выдерживает но в конце этих слоев мы пальчиками не трогаем не растушевываем иначе поверхность станет слишком мягкой давайте попробуем теперь стереть постель посмотреть что получится стирается не так хорошо как тим фишер но также стачивает клячку потому что все-таки это наждачка по сути вполне хорошо мы очистили вернулись опять к первоначальному состоянию легкий слой темного карандаша здесь остался не буду ее даже тереть влажной салфеткой потому что будет то же самое что с предыдущей она будет оставлять волокна влажные салфетки на себе поэтому нет такого варианта что мы можем ее мочить или протирать но подмалевок сделать на ней можно ну что давайте теперь мы посмотрим на все бумаги вместе и сделаем небольшие выводы я отметила желтым цветом те бумаги которые по моему мнению подойдут для четкой прорисовки и анималистики для фотореализма в принципе черным выделила те которые скорее подойдут больше для живописных техник когда нам нужно растушевывать добиваться плавных переходов и нам не нужна детализация первый образец который арт спектрум color fix она неплохая но не для фотореализма следующая бумага cancer me tense touch бумажка тоже в принципе хороша но на ней не получается делать подробные прорисовки либо брать формат который довольно большой 50 на 70 хотя бы 40 на 50 и тогда детали будут заметны потому что зерно все-таки у нее крупная следующая бумага пастель мат самая прекрасная идеальная лучшая бумага на мой взгляд чтобы мы передавали с вами все детали все усы шерстинки блики все что нам захочется четвертый вариант это ханимюли велюр очень необычная интересная но мне кажется это скорее бумага чтобы сделать какую-то необычную работу потому что ведет себя она неоднозначно и ни в коем случае мы не допускаем попадания воды на нее следующее это сценарие пастель карт хорошая бумага на которой мы тоже можем делать подробные портреты и не только на которой будут получаться фотореалистичные изображения она будет конечно покрупнее чем пастель мат но все равно очень очень неплохо следующее тим фишер которая похожа на наждачку который есть такой небольшой блеск на ней можно работать но очень осторожно тем самым мы будем усложнять себе работу и стараться лишний раз не притрагивается к уже готовым элементам потому что если мы их размажем то подробности и штрихи они тоже исчезнут их нужно будет делать еще один раз 7 бумага юарт она хороша она немножко получше как мне кажется да на мой взгляд чем 6 на ней получится сделать много слоев получится сделать прорисовку и на ней будут тоже хорошо держаться слои тем самым я выбрала три бумаги которые по моему мнению подойдут для реалистичных подробных детализированных и пушистых работ стоит конечно сказать еще раз что для меня лидер один это пастель мат потрясающая уникальная самая лучшая бумага на которой работать просто одно удовольствие спасибо вам за внимание я надеюсь этот обзор был интересен и полезен до новых встреч пока пока